Я химик, и поэтому всегда придерживаюсь научного подхода. Но когда я работал в фармацевтической промышленности, там был полный отказ от науки. В этих фармкомпаниях при нами не смущались говорить следующее. Учтите, мы разрабатываем лекарства только для снятия симптомов. Мы не лечим. Так что это просто бизнес, позволяющий продавать человеку препарат снова и снова. Но если закончатся симптомы, что делать, чтобы продолжать продавать препараты? Следующий уровень маркетинга – это изобретение болезней. Если больше нет симптомов и закончилась клиентура для продаж, остается выдумывать болезни. С психиатрическими препаратами вы можете изобретать заболевания бесконечно. Есть два слова, которых боится психиатр. Два слова. Докажите это. Если доктор не может доказать, а они в 9 случаях из 10 не могут, то не принимайте лекарства. Это наделяет пациента властью. Властью принимать решения. Будучи химиком, я удивлялся, когда делал эти препараты. Их способность убивать была доказана в наших и других лабораториях. Опасные, неэффективные, вызывающие те самые эффекты, которые они призваны излечивать. Как их вообще умудряются продавать? Как? Ответ прост. У них есть отделы маркетинга. Фармгиганты имеют лучшие отделы маркетинга в мире. Гениальны. Вы просто платите профессионалам, врачам, профессорам, психиатрам. Зачеты, будто исследование обнаружило позитивные результаты. Они покупают их. То есть они покупают науку. Более 125 тысяч людей умирают от рецептурных препаратов ежегодно. Почему бы им не подумать, что следовало бы потратить больше средств на исследование с целью понизить уровень смертности? Но нет. Они вкладывают деньги в рекламу, чтобы продавать, продавать, продавать. Они зомбируют население с целью подсадить людей на препараты. Направляют их к психиатрам, чтобы они тихо глотали очередную цимбалту, прозак или что-нибудь другое. И в результате мы имеем индустрию в миллиарды долларов, которая процветает на том, что очень многих людей делает больными.